Украинско-словацкая граница. Президент Украины Петр Порошенко вместе с президентом Словакии Андреем Кийской открывают символические двери в Европу. Эта торжественная церемония фактически стала стартом безвизового режима для украинцев. И вот уже полтора года, как украинцы с помощью вот таких биометрических паспортов свободно путешествуют Европой. За это время безвизовым режимом воспользовались больше миллиона украинцев. И именно безвиз обычные граждане считают главным достижением сотрудничества Украины и ЕС. Но есть еще один не менее важный фактор – зона свободной торговли. Договор вступил в силу еще в 2016 году. И теперь более 40% от всей продукции, которая производится в Украине, предприниматели экспортируют на европейский рынок. Так как еще пять лет назад это было около 25%. Это очень заметный результат. И мы видим, что украинские предприниматели выходят на европейские рынки в тех сегментах, где раньше практически не было взаимодействия. Это большой шаг вперед. Платья, свитеры, пальто. Этот фирменный магазин трикотажной одежды в центре Киева – уже не просто украинский бренд. Года назад директор модного дома Татьяна Абрамова рискнула и решила покорять европейский рынок. Такой первой страной для нас для серьезного выхода стала Литва, где мы уже три с половиной года не просто представлены, а у нас есть свой отдельный магазин, со своим брендом и со своей зарегистрированной в Литве торговой маркой. Вяжут трикотаж и шьют одежду под Киевом. Пряжу заказывают в Италии и Германии. Для нас это принципиально важный вопрос, потому что вот на каждой этикетке, каждой вещи написано «сделано в Украине» – Made in Ukraine. Made in Ukraine можно увидеть и на этих лейбах. В 2018 году, по данным Евростат, Украина стала главным экспортером лыж в страны ЕС, при этом обогнав даже Китай. Изготавливают лыжи на украинском заводе на Закарпатье. За год выпускают около одного миллиона пар. Потенциал огромный, на весь мир производится, большое предприятие. Но пока одни украинцы благодаря безвизу и свободной торговле пытаются реализовать себя на европейском рынке, другие просто уезжают из страны. Трудовая миграция граждан за последние годы стала одной из наиболее острых проблем для Украины. Сейчас мы видим большой отток кадров из Украины в соседние страны, в Польшу, и в Словакию, и в Венгрию. Около 5 миллионов украинцев, а это почти 25% экономически активного населения страны, работают за рубежом. Причина простая. В Украине среднемесячная зарплата самая низкая в Европе – 320 долларов. Мы понимаем, что мы далеко не первая страна на европейском континенте, которая стыкнулася с такими. Поэтому мы сейчас сосредоточены на том, чтобы максимально быстрыми темпами стимулировать экономический развитие в Украине, который бы дал возможность и зацикавливать нашим гражданам себя, могла полностью обеспечить на тех работах, которые они могут найти тут, в Украине. Стабилизировать экономику нужно в первую очередь и для перспективы членства в ЕС, говорят эксперты. Иначе пока Украина будет жить от одного кредита МВФ к другому, ее не будут серьезно рассматривать как потенциального члена Европейского Союза. Юлия Жукова, Юрий Комаров. Настоящее время. Украина.